Из Беларуси в ЕС через Кыргызстан, как в Евросоюз поставляют подсанкционные белорусские пиломатериалы и причем тут кыргызстанские сертификаты. Белорусов задерживают на границе при возвращении из Польши. Генерал Белоконев, предатель своей страны, новое расследование Байпол. А главврач Мостовской ЦРБ оказался ярым зе-патриотом. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики канала «Страна для жизни». Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о главных новостях, которые произошли сегодня. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. В Беларуси закрыли приграничную зону в Гомельской области. Агрохунта временно ограничила въезд, временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хоникского районов. Напомню, что именно из этих районов началось наступление рашистов на Киев в феврале месяце этого года. Генерал Белоконев, предатель своей страны. Новое расследование Байпол. Для тех, кто не знает, Белоконев Олег Алексеевич – это так называемый генерал-майор запаса, председатель комиссии по национальной безопасности Карманова парламента Лукашенко. Лживый, циничный, готов выполнить любой приказ, невзирая на букву закона. В новом ролике Байпол расскажет, почему Белоконев является преступником и при чем здесь КГБ. Что он думает о российской агрессии в Украине, кто его любовница и насколько дочери Белоконева разделяет его жизненные ценности. Ну а более подробную информацию можете найти в YouTube и Telegram-канале Байпол. Белорусов задерживают на границе при возвращении из Польши. На данный момент известно о 10 таких случаях, которые произошли ночью 19 декабря. Как сообщает правозащитный центр «Вясна», среди причин задержания – участие в акциях протеста, встречи в Польше с кем не нужно и комментарии в социальных сетях. Ну а если вы стали свидетелем задержания на границе, обязательно пишите к нам в чат-бот, который можете найти у нас в Telegram-канале. Главврач Мостовской ЦРБ оказался ярым зепатриотом. Инстаграм Александра Козича просто светится от имперского величия, а сам доктор призывает сохранить страну для детей и внуков и наказать НАТО за Югославию. Вдобавок к этому стандартный набор лизоблюдства перед диктатором и прочими местниками режима. Вот таким, например, постом главврач Мостовской ЦРБ поздравил с днем рождения Лукашенко. Ну а каким образом вся эта фашистская муть соотносится с клятвого Гиппократа, видимо, предстоит выяснить самим психиатрам. Из Беларуси в ЕС через Кыргызстан. Как Евросоюз поставляют подсанкционные белорусские пиломатериалы и при чем тут кыргызстанские сертификаты? В марте 2022 года ЕС ввел санкции на белорусскую продукцию под кодом 44, куда входят пиленый брус, доски, фанера, ДСП, древесные пилеты и брикеты. После начала их действия поставки древесины из Беларуси в ЕС упали более чем в 30 раз. А вот экспорт древесины в Евросоюз из Казахстана выросли в 74 раза, а из Кыргызстана примерно в 18 тысяч раз. И вам не послышалось. Белорусский расследовательский центр опубликовал расследование о том, как белорусская продукция из древесины продолжает попадать в ЕС. Да-да, несмотря на введенные санкции. Расследователи выяснили, что белорусские производители пиломатериалов могут эти рестрикции обойти, и в этом им помогает целый список различных компаний. К примеру, кыргызстанская фирма сертификат KG. Один из ее основателей – Олег Нарчук. Это бывший сотрудник госстандарта. Они помогают белорусским производителям пиломатериалов получать на свою продукцию кыргызстанские сертификаты, с которыми можно без проблем пройти таможню ЕС. Однако Нарчук, само собой, отрицает такую деятельность. «Мы работаем строго в соответствии с буквой закона. Мы не подделываем никаких документов», – заявил Нарчук. Но, как оказалось, такая компания далеко не одна. Белорусский расследовательский центр нашел еще как минимум шесть фирм, которые по фальшивым документам поставляют белорусские продукции в ЕС. Среди них – Агрокейджи, СК Гарант и Адмит. Под видом клиентов журналисты связались с представителем Агрокейджи. И тот признался, что раньше Агрокейджи возила пилеты из Беларуси в Европу фурами, а теперь будет возить вагонами. Но когда белорусский расследовательский центр обратился в компании за официальным комментарием, то они неожиданно стали отрицать, что возят белорусские пиломатериалы по фальшивым документам. Различные пилеты и доски из РБ попадают, к примеру, в Польшу и Литву. В Литве к торговле контрабандой может быть причастна компания Вивасла. Ранее она продавала пилеты из РФ, но позже начала поставлять якобы кыргызстанскую и казахстанскую продукцию. В разговоре директора-совладелец Вивасла Саулюс Гирчис признался, что эти пилеты возятся именно из Беларуси. Ну а более подробную информацию можете найти в YouTube и Telegram-канале Белорусского расследовательского центра. Каратели как-то умудрились насчитать 43 тысячи экстремистских комментариев, оставленных всего лишь одним белорусом. Такого опасного преступника пришли задерживать Губопик и СОБР в полной экипировке и, естественно, с оружием. Мужчину обвиняют в передаче информации об однокласснике-силовике в Черную книгу Беларуси и угрозах силовикам в деструктивных телеграм-каналах. На него завели 58 уголовных дел и это абсолютный рекорд в данный момент. На этом наши новости подходят к концу, ну а более подробной информации можете найти у нас в Telegram-канале. Не забывайте про подписку, лайки, комментарии. Слава Украине! Живее Беларусь!